Здравствуйте, дорогие друзья! Очень вовремя, когда я начал записывать, самолет пролетает над нами с военного аэродрома Бильбек. Но, надеюсь, меня лучше слышно, чем самолет. Сегодня у нас середина июля, середина лета. Вот, и мы с вами кое-какие события обговорим. Ну, наверное, может быть, немножко пропущенное мимо ушей в силу наших тут всяких политических штук событие это забастовка актеров в Голливуде. Дело в том, что помимо забастовки сценаристов, которая уже идет давненько, к забастовке, к страйку, как это по-английски называется, присоединились и крупнейшие профсоюзы актеров. А это тысячи человек, ну, десятки тысяч даже. Там не только звезды первой величины, там и актеры массовки, и каскадеры, и статисты, и вообще кто хочешь. Вот, соответственно, если без сценариев кино, хотя бы какое-то старое там можно было доснимать, то проблемы с актерами решить так просто невозможно. То есть, причем там даже запрещено членам этого профсоюза не только сниматься, но даже участвовать в интервью с целями промо-акций для каких-то фильмов. То есть, по сути, это такое очень жесткое нечто для киноиндустрии. Вот. Ну, конечно, для России это не так, может быть, заметно будет, что у нас и так лишь часть западных фильмов выходит на экраны, и то обычно та, которая снималась типа где-то в Европе. Вот, допустим, фильм «Средневековье», на который я даже тут такой блиц-обзор делал на канале, он вышел под чешским, по-моему, флагом, европейский типа, поэтому он как-то вышел на наши экраны, и я в городе Берске его благополучно посмотрел. Но так значительная часть продукции к нам и не попадает, а это значит, что, в общем-то, у нас эти проблемы с кином, с кино, да, они практически не коснутся в смысле выхода в эфир. При этом у нас часто, ну, с легкой руки некоторых обзорщиков, типа BadComity, например, которого я когда-то смотрел, ну, в последнее время так очень через раз, у нас складывается впечатление, что, вот знаете, у нас снимают всякое говно, а вот на Западе-то о-о-о-о. На самом деле, ну, даже крупнейшие сейчас студии, тот же Дисней и не только, они, ну, а Дисней, соответственно, это не только Дисней, это еще и колоссальное количество других студий, там и 20-й век Фокс, и Пиксар, и кого там только нет, и Лукасфильм, то есть это целый конгломерат. И вот они снимают тоже лютую бабуйню. То есть на самом деле, я тут слышал такой момент, что, по сути, все крупнейшие премьеры Диснея за вот эти прошедший год, за даже полтора, по сути, они ушли в ноль только благодаря аватару Путь воды, который снимал 20-й век Фокс, который, соответственно, тоже под Диснеем. И вот миллиард примерно прибыли аватара, он выдал, так сказать, сумму необходимую для закрытия этих самых убытков по другим тем самым проектам студии. Причем тут мы и с, казалось бы, беспроигрышной вселенной Звездных войн видим полный швах, потому что, собственно, куда дальше развивать историю, ребята не придумали. При том, что они изгадили изрядно лор, потому что старая там две трилогии, да, но там был еще по книгам, по комиксам, там был расширенный лор, вполне такая продуманная, ну, более или менее вселенная. Они придумали типа свою, она была довольно слабая с точки зрения логики, я уж не говорю там про какие-то странные фильмы, подачу и так далее. Ну, в итоге, в общем, они спустили все в унитаз, что называется, всю вселенную, и даже она идет так себе. При том, что пресловутая повесточка, она еще больше гадит, и у нас появляются... Поймите меня правильно, я не считаю, что русалка, так сказать, не может быть там черной, у меня нету... Ну, то есть, понимаете, я уже как-то об этом говорил, внедрение всяких разных национальных меньшинств, оно должно быть разумное. То есть, если вы хотите дать что-то Африке, что называется, да, какое-то эфирное время, снимите фильм про Чаку Зулузского, там, не знаю, или про каких-нибудь других африканских видных деятелей, про Мансу, Мусу и так далее. Но я уже сейчас говорю не только про Дисней, но если вы сделаете, к примеру, черную Клеопатру, хотя она с роду черной не была, или вы сделаете... Потому что есть ее изображение, вполне дошедшее до нас. Или лютый трешак, типа какой-нибудь черной Анны Болейн, который сняли, вот, в Брит... Потом, пятый канал в Британии. Потом, или, допустим, какие-нибудь Хоббиты, которых Амазон сделал, там вообще позаруха. То есть, Властелин колец, Кольца власти, которые они сделали, при гигантских средствах, которые имеются у Амазона, вот Безоса этого, который с Амазона, его любят представлять, как супер, типа, миллиардера, такого прямо идеального человека, буквально, героя новой эпохи. Но имейте в виду, что этот герой новой эпохи, и его студия выпустила абсолютный, как бы, ну, не буду говорить плохое слово, скажем так, экскремент. И не потому, что там Хоббиты черные. Как раз черные Хоббиты меня особо не смутили, тем более, у них там присутствует племя Махноногов, а Махноноги, это типа, они как раз и по лору Толкина, по его вселенной, это наиболее такие смуглые из Хоббитов. И даже черная принцесса Гном в принципе ничего, потому что, ну, женщины Гномы у Толкина тоже очень слабо представлены, поэтому как они вообще выглядят, ну, не с бородой, да и ладно, что называется. Но, тут прикол в чем, что, в конце концов, вот эта вся история про черных, она бывающую ок. Хотя черные эльфы, это уже не по канону. А если вы берете первоисточник, то снимайте все-таки по нему. Ну, не черный там, этот эльф лесной, он портариканец, но какой-то он специфический. Вот, можно было его как-нибудь подгримировать, типа, как этот Джонни Депп в роли Грин Девальда, да, такой белесый. Но, дело уже тут не только в этом, он еще и плохо сыгран и достаточно малосмотримелен. Я пытался, а у меня не получилось. Вот, ну, то есть, вот эта всегдашняя голливудская, еще до повесточки, что называется, привычка сильно портить оригинал, ну, может быть, определенное исключение составлял Питер Джексон, который, конечно, вносил некоторые изменения и в Хоббита, и в Волосылин колец, но они были все-таки в некотором там самом сопряжении с книгами. И явных противоречий все-таки там не имели. Ну, там, да, например, какой-нибудь меч Фродо находил где-нибудь в упокоящих, один из своих клинков, а по фильму ему его там дали, но это так, в принципе, вторично. Вот. А в основное, там, скорее, некие элементы расширенной вселенной, может, были и так далее. Кстати, Джексона тоже привлекали, хотя, точнее, как бы, было объявлено, что его привлекут к работе над этим сериалом, но не привлекли. Поэтому и без того повесточка небезызвестная, она, что называется, кружит людям головы, и многие сериалы реально люди не знают, как продолжать. Есть определенные хорошие исключения, но, опять же, для фанатов, там, допустим, песнь льда и пламени, вроде как Дом дракона, он хорош, хотя я его не смотрел. Я и Игры Престолов не совсем мое, но у меня там другие вопросы к этому проекту, потому что, ну, я вообще фэнтези Мартина и в духе Мартина не очень люблю. Вот, я люблю либо фэнтези такое немножко с шутками, прибаутками, вроде какого с проекта Кампа, либо эпическая, типа, как у Толкина, а такое, знаете, копирование реальной человеческой истории со всяким, с резней, изнасилованиями, выколупыванием глаз, я не очень люблю, просто возьмите, откройте какую-нибудь хронику раннего средневековья, вы и нового много узнаете, а уровень Тершака там может даже побольше будет. Вот, но в целом, вроде как, Дом дракона хороший. Но я к чему веду-то, что вот эта попытка сделать всех инклюзивными, да, вплоть до того, что уже добрались до Скуби-Дул и был снят спин-офф Велма, где Велма почему-то стала чернее, чем она была, что, собственно говоря, немножко странно, ну и тоже всякие там сексуальные меньшинства в каком-нибудь мультфильме Базлайтер, тоже, кстати, от Дистэй и так далее. Это все немножко, и Странный мир, там у них еще мультик вышел, в общем, это все не очень, не очень история, поэтому запастовка актеров, которые, впрочем, больше там боятся того, что искусственным интеллектом будут их заменять, но не в смысле полностью, а в смысле, например, что можно будет с помощью моделирования даже без самого актера сделать, так сказать, его участие в фильме. Ну, что-то похожее, знаете, на то, как в Терминаторе 4 был представлен Шварценеггер. Вот, там он вроде давал согласие, но я не знаю. Так что и без того западное кино в изрядной дупе, как говорится, а то, что сейчас происходит, ну, это зрение одной цепи, на мой взгляд, поэтому посмотрим, посмотрим, чем это все кончится. Повторюсь, желание везде запихнуть гомосексуалистов, сильных женщин, причем сильных женщин не в смысле типа, знаете, джины Корана, да, или там, не знаю, героиня а-ля Васса Железнова в русской литературе, а просто сильных, как вот в последнем Индиане Джонсе, где она постоянно трещит, какая она сильная, ну, такой, знаете, фем-активизм в своем худшем проявлении, потому что к адекватному феминизму я отношусь неплохо, я считаю, что женщины, допустим, имеют право голосовать, имеют право работать там, где хотят, ну, и т.д., и т.п., вот, но когда это превращается, так сказать, самые обиженные там и так далее, и нам все по априори должны, это уже дурь, поэтому этого и поддерживать, естественно, никак не могу, вот, ну, и еще в тему, коль скоро мы с вами затронули тему, там, гей и лезвий представительства и пихание этого туда и не надо, в какие-нибудь детские мультики, вот, начиная, ну, и не только детские, там, черная Анна Болейн бисексуалка, например, там, в сериале упоминавшемся, или там поцелуй в Базлайтере, или даже вообще там целый мультсериал, правда, его ухватило ума прикрыть про квир этих ЛГБТ агентов, вот, который выходит, тоже выходил, команда Кайли, как так называется, вот, короче говоря, весь этот трешак, он, который, кстати, и на Западе не особо смотрит, это важно, потому что у нас есть представление, что вот у них там гееропа, и все такие, нифига, многие из вот этих вот проектов, они, так сказать, инклюзивностью и представленностью, они на Западе тоже проваливаются в прокате, и недаром вот эти все убытки идут от вот этих всех новомодных фильмов, у нас тут проскочила новость, что в Ханты-Мансийском, автономном округе, может, еще где-то, сексологи будут лечить от гомосексуализма, и сразу началась, так сказать, великая дискуссия по этому поводу, так сказать, кто-то сказал, что это почти как в нацистской Германии, ну, это не совсем так, потому что в нацистской Германии это было преступление, а не диагноз, то есть за это сажали, это как в Советском Союзе, кстати, вот, ну, а кто-то, так сказать, наоборот, закричал, что ага, так и надо, гомосексуализм это типа шизофрении, ну, тут, на самом деле, ситуации разные, я не сексолог, я не психолог, ну, сразу скажу, что лечение сексолога это не психиатрическая клиника, то есть к сексологу ты можешь направиться, ну, самостоятельно, если ты вдруг почувствовал, что ты хочешь, так сказать, что-то изменить, ты можешь туда пойти, но это не запирание тебя в этих, в четырех стенах психиатрической лечебницы, да, принудительной, и не тюрьма уж тем более, вот, но гомосексуализм бывает разный, мы должны понимать, кто учился в университетах, особенно на каких-нибудь гуманитарных таких специальностях, типа филологии, и так далее, знает, что некоторые там девахи целуются так по приколу, иногда даже типа пары создают, при том, что проходит время, и в целом большинство из них спокойно, так сказать, начинает жить, и состает семьи, и так далее, вот, в принципе, ну, в силу, так сказать, немножко наших ареалей с парнями, это меньше, но в целом, в некоторых, особо больших городах, где, так сказать, нравы посвободнее, это вполне есть, и я это тоже, в принципе, видел, ну, может быть, не на уровне отношений, но типа, поцеловаться с друганом, там, в некоторых тусовках, это считалось очень провокативно и круто, вот, я так не считаю, что ничего крутого в этом особо нет, вот, но имейте в виду, что в целом, кто смотрел фильм этот, как он называется, там, мой личный штат, Айдаха, по-моему, там, прекрасный пример того, как гомосексуализм может быть каким-то, ну, некоторой формой протеста, скажем так, поэтому, здесь тоже все не так однозначно, имейте в виду, я уже об этом неоднократно говорил, в своих предыдущих видео, что гомосексуализм, именно как самоидентификация, это довольно позднее явление, то есть гомосексуализм, как связь людей одного пола, это очень древняя штука, а вот, как именно, само, какая-то, самоопределение, да, это недавняя очень история, потому что те же древние греки, те полисы, далеко не все, где к этому относились терпимо, никогда, скажем так, союз двух мужиков, не мог заменить человеку семьи, то есть это было отдельно, отдельные истории, и, строго говоря, с современной точки зрения, терминологии, это был бисексуальный опыт совершенно, а никак не гей, в чистом виде, потому что вот эти геи, все эти культуры, субкультуры, это уже явление века 19-го, наверное, но, опять же, я не психолог, не сексолог, поэтому я совершенно не буду тут какие-то оценки давать, просто высказал свое мнение. Будьте счастливы, дорогие друзья!